Добрый вечер, уважаемые телезрители! В прямом эфире программа «Наедине со всеми» и я, ее ведущий Александр Катунцев. Сегодня с гостями нашей студии мы продолжаем обсуждать и говорить об основных нарушениях в ходе избирательного процесса и продолжаем обсуждать результат, к которому привели эти выборы. В гостях у нас председатель ГО Одесская народная рада Майдана Арсен Григорян и активист Одесского Евромайдана Всеволод Гончаревский. Добрый вечер, уважаемые гости! Здравствуйте! Но перед началом нашей беседы я хочу напомнить телезрителям, что мы традиционно проводим интерактивное голосование. И сегодня хотелось бы узнать ваше мнение вот по какому вопросу. Как вы считаете, что дальше будет с результатами голосования по мэру города? Три варианта ответа у нас есть. Если вы считаете, что эти результаты пересмотрят, звоните по телефону номер 728-01-70. Если же вы считаете, что их узаконят, звоните по телефону номер 728-01-71. Если вы считаете, что перевыборы неминуемы, звоните по телефону номер 728-01-72. Кроме того, если у вас возникнут вопросы к нашим гостям, звоните по телефону прямого эфира 728-7207 Итак, уважаемые гости, выборы позади И подводя итоги этих выборов, выборов в местные органы власти, очень важных для нас, я считаю Что можно сказать? Какие впечатления они у вас оставили? Сожаление, огромное сожалению, что так произошло А именно, это подтасовка выборов, это и вкидывание бюллетеней, да и многое другое, что было на этих выборах Эти выборы уже прямое следствие предыдущих выборов, которые также были Вкидывание, то есть не было результата, не было воли и заявления тех людей, которые проголосовали Люди уже не верят этим выборам, поэтому была такая низкая явка Жаль, что так получилось, конечно, но Действительно, очень жаль Арсен, у вас какие впечатления и что вы хотели бы сказать по итогам этих выборов? В принципе, согласен с тем, что сказал Всеволод Хочу только добавить, на мой взгляд, как и в прошлом году, результат выборов напрямую связан с тем, что наиболее активная часть общества Я имею в виду и наших евромайдановцев, оказалась расколота Как и в прошлом году, мы разбежались за разных кандидатов, продемонстрировали нашим врагам, что у нас нет единства Этим воспользовались Может быть, если бы мы были все едины Может быть, если бы мы работали на одного кандидата То, по крайней мере, люди Труханова не посмели бы так грязно и активно нарушать, вбрасывать А как вы считаете, почему Евромайдан раскололи? Почему нет такого единства? Ведь вы же понимаете, наверное, что это сделали намеренно Тем не менее, это произошло Дело в том, что, фактически, по крайней мере, Одесский Евромайдан никогда не был какой-то одной организацией Это и разные партии, это и разные по своим запросам активисты У кого-то главной целью было изменение ситуации с бизнесом Кто-то пришел, может быть, движимый исключительно альтруистическими какими-то идеями Кто-то действительно, слава Богу, не просто повторял Украина по надусе А выходил за то, чтобы Украина изменилась Но именно из-за того, что у нас не было и до сих пор, к сожалению, нет единого понимания Какой мы хотим видеть Украину и нашу Одессу Мы не составляем собой единую организацию Этим воспользовались Вот то, что было вчера, например, когда выходили к суду Когда собирались на Троицкой, в определенной степени скорректировало ситуацию Но очень бы хотелось, чтобы это было не ситуативное единство Чтобы мы все-таки составляли единую силу Потому что наши враги, это не только те, кто голосовал за Труханова Не только его партия доверяет делам Это и оппозиционный блок, это и партия Кивалова И так называемое ведрожение, и наш край Это наиболее яркие представители старого режима Которые сейчас легализовались Они понимают только один язык Сила Если мы представляем собой единую силу Их активность снижается Если мы начинаем разбегаться Если мы начинаем конкурировать между собой Наши враги поднимают голову Ну и вы сказали, что скорректировали свои действия Очень хотелось бы, конечно, чтобы представители Одесского Евромайдана Действовали на упреждение А не уже после, как говорится, драки Явка Одна из проблем Одна из причин больших массовых фальсификаций Это, конечно же, явка Мы в эфирах не раз говорили Призывали телезрителей прийти на выборы Почему? Потому что при низкой явке Большая, великая вероятность того Что будут фальсификации И это предоставляет такую возможность сделать Тем не менее, Одесса в очередной раз показала очень низкую явку Как вы считаете, почему? Почему наш город вот в очередной раз Почему говорю в очередной раз На прошлых выборах была похожая ситуация Явка по Одессе была Ну, я сейчас боюсь ошибиться Но, наверное, самая низкая по стране То есть в очередной раз наш город показал довольно-таки низкую явку С чем это связано? Я могу сказать следующее Что когда человек идет голосовать И знает, что его голос ничего не стоит Он второй раз подумает об этом Идти или не идти А так вот сейчас происходит в городе Люди потеряли веру То, что они могут кого-то выбрать Это основная причина, почему люди выходят голосовать То есть вы считаете, что эти люди разуверились в политике? Конечно Арсен, ваши разуверились не только в политиках А в том, что от их голоса что-то зависит Я согласен, потому что в эту кампанию занимался Ну, участвовал, по крайней мере, в агитации за Эдуарда Гурвица Те одесситы, с которыми мне удалось побеседовать Выражали совершенно четко, такими же словами, как сейчас произнес Всеволод Свою позицию От нашего голоса будет что-то зависеть? Ну, согласитесь, получается тоже некий замкнутый круг То есть от нашего голоса ничего не зависит Мы не пойдем на выборы Раз мы не пошли на выборы Наш голос использовали И от него снова ничего не зависит Понимаете, Александр, еще раз Если бы мы, я имею в виду в данном случае наших евромайдановцев Демонстрировали силу Если бы мы подчеркивали своим единством Что активная позиция может что-то изменить Может быть и наши сограждане, одесситы Тоже активнее бы поднимались В конце концов, Евромайдан это не точка Это не организация Это состояние души Это готовность брать на себя ответственность Если мы не демонстрируем такую ответственность То что мы можем требовать от наших одесситов В данном случае от наших сограждан Вот это еще раз, к сожалению На мой взгляд, явилось одной из главных причин поражения Пока временного Дай бог, чтобы сохранялась та активность Которая поднялась в последние несколько дней Дай бог Если это будет, нам удастся переломить ситуацию Но только если мы будем едины Если все будут активными Ну, кстати, что бы вы хотели сказать Вы помните, мы собирались с вами Встречались в этой студии накануне выборов И обращались к одесситам Обращались к телезрителям Что бы вы хотели сказать И вы, кстати, тоже можете присоединиться Одесситам, телезрителям Вот сейчас, после выборов Когда уже день голосования позади Ну, тяжело что-то сказать в этом плане Но есть те люди, которые не приходили Вот и получили такой результат А вы, Арсен? Согласен И, может быть, это уже сейчас будет Не так актуально Но я хочу еще раз обратиться Если нам удастся переломить ситуацию Если будет перевыборы Или второй тур Пожалуйста, не сидите на диванах Слезьте с них Поймите, что без вас Без вашего голоса Ничего в этой стране не изменится Вы будете кудахтать на кухне Вы будете стонать во дворе Но без вашей активности Ничего не изменится Пардон за такое сравнение Если у вас течет вода Вы либо берете инструменты И сами исправляете течь Либо идете в ЖЭК И зовете сантехника Но если вы не сделаете ни первое, ни второе У вас будет продолжать течь Это от вас зависит Чтобы у вас в городе У вас в стране В вашей квартире Был порядок И был комфорт Никто вам не принесет это На тарелочке с голубой каемочкой Научитесь брать ответственность На себя сами У нас есть телефонный звонок Давайте послушаем телезрителей Добрый вечер Здравствуйте Мы слушаем вас Я, вы знаете Могу сейчас поклониться Нашему губернатору За то, что он поднял Это тухлое болото Которое сейчас Которое называется выборами У нас Дарта Вейдера Выбрали в гурсовет Если вы помните Это фарс Это ужас И вы знаете Ведь это все было предсказуемо Трухановские комиссии Другого ничего не могли сделать Кем они были организованы И мне очень больно О том, что мы в 2010 году Не подали в суд И не было такого Хотя мы ходили на Думскую площадь И не стояли И мэра своего нет Стояли до конца Сейчас мы должны Мы обязаны Хоть один раз в жизни Потому что мы соглашались Как то, знаете Как те рабы Как те крепостные Со всеми Любыми результатами И шли Как те овцы на заклане Нам говорили И вот сейчас Если даже было бы Одно нарушение Уже должны были быть перевыборы А тут Все Одни и те же нарушения Поэтому Мы должны Помочь сейчас Саше Боровику Во имя нашего мэра Во имя нашего гурвица За которого я голосовала И за его честь Отстоять Потому что Помогая Саше Мы отставим честь Нашего мэра Спасибо 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 за ваше мнение У вас есть возможность Прокомментировать И кстати Я поддерживаю Наша телезрительница Вспомнила Этих сказочных персонажей Да Дарта Вейдера Там не только он Участвовал в выборах Это император Палпатин Да Как вы прокомментируете Ведь на самом деле У людей Ведь отбивает охоту Участвовать в этом мероприятии Почему? Потому что выборы Это очень серьезное Мероприятие Очень ответственное И вдруг Вот такие представители Более того Эти представители Показывают еще результаты Мне тяжело сказать По поводу Дарта Вейдера Не знаю Чей это проект Но Мое мнение Конечно Что Людям уже становится Все равно За кого голосовать Все равно Их не учтут Это первое Во вторых Я поддерживаю Только что Позвонившую женщину Что она заявила Я полностью поддерживаю Я также Собя голосовал За Гурвица И я И весь мой двор Проголосовал Даже соседние дворы Но почему-то Их не услышали Это мое мнение Их просто не услышали Хотя они все Проголосовали Согласен И хочу еще раз Подчеркнуть Сейчас Если мы будем Едины Мы будем Не то что там За Саакашвили Или за Боровика Мы будем За Одессу За наше право Отстаивать Свой голос За право Выбирать Поэтому Все Кто сейчас Могут Подниматься Все кто Может Идти голосовать Пожалуйста Если удастся Добиться Этого А мы Должны Этого добиться Не сидите Не ждите Что вам Кто-то Что-то принесет Еще раз повторяю Проявляйте Активность К слову Сегодня Пока что На Стихийном уровне Начинает Возрождаться Одесский Майдан Я сам узнал О Инициативе Ротбурда Только тогда Когда Несколько наших Активистов Подошли к Дюку Где собралась Наша небольшая группа Мы подошли К памятнику Пушкина На Думской площади Туда начали Подтягиваться Наши активисты Не знаю Будет ли это Возрождением Одесского Евромайдана Хотелось бы Но если у вас Есть возможность Пожалуйста Присоединяйтесь В данном случае Наша активная позиция Это поддержка И Искам В судах Это и демонстрация Нашей активности Нашей жизненной позиции Есть телефонный звонок Давайте послушаем Телезрителей Добрый вечер Алло Добрый вечер Мы слушаем вас Добрый вечер Здравствуйте Я вот что хочу сказать По поводу выборов Когда Я услышала Результаты У меня было Такое ощущение Что Одессу Очередной раз Брутально С извращениями Изнасиловали И если В этот раз Хотя бы в этот раз Не накажут Не заработают законы Не накажут Хотя бы одного Фальсификатора То мы потеряем Вообще веру Обо всем Спасибо Да яркое сравнение А как вы считаете Накажут ли кого-то Я хотел бы Подтвердить То что Только что сказала Слушательница Вчера Когда мы были Возле Суда Административного Там было такое Одесса мама Труханов папа Ну это было Символично Так И мы так удивились Когда-то кричали Там Когда эти Сепаратисты Собрались Поддержку Труханова Вот они кричали Там Ну это Вызвало Конечно у нас смех Но тем не менее Оно символично Ну а что Насчет наказания Простите Есть звонок Давайте мы сейчас Послушаем еще вопрос И потом вернемся Как вы считаете Будет ли кто-то Наказан Добрый вечер Добрый вечер Да мы слушаем вас Если вы меня узнали Александр Каменный Я уж Александр Эдуардович Вас точно узнал Поверьте мне Спасибо Несколько моментов Я смотрю передачу Ну во-первых Звительница Которая призывала Всех от имени Гурбица Голосовать За Сашу Боровика Меня несколько удивляет Эта позиция Потому что Боровик Это второй Петрушка Костусев А Саакашвили Это второй Азаров Первый Азаров Нам Петрушку Вталкивал В кресло Мэра Саакашвили Вталкивает Боровика Это первое Второе Во всей Этой ситуации Которая произошла В городе Я лично Я высказываю Своё личное мнение Виню президента Порошенко Потому что Только он мог Не допустить Всего того Что произошло Если они считали Что Труханов Представитель криминала Почему они допустили Его до выборов Если они считали Что город Одесса Это город В который могут Приехать Какие-то варяги И тут Делать всё Что они хотят Почему это произошло Поэтому моё мнение Порошенко И последнее Вот тут ребята Я их очень уважаю Одного и второго Всё время Я слышу Я слышу Всё время Фразу Евромайдан Евромайдан Забудьте Про эту фразу Там это сотня Полегла На Евромайдане А сегодня Евромайдан Это гордиен Киризушкина И Кожухари Поэтому Постарайтесь Как бы Не наталкивать Нас На Впечатление О Евромайдане Он Закончился В Одессе Хотя Было Начало Очень неплохое Вот и всё Что я хотел сказать Спасибо за внимание Спасибо Александр Эдуардович За ваше мнение Кстати Как вам Вы разделяете Такую точку зрения Потому что Я могу смело Назвать Александра Каминова Экспертом Мы не раз С ним Встречались Я тоже встречался В прогнозе Я имею ввиду В эфире нашей программы И вы знаете Эти прогнозы Как правило Я честно скажу Я тоже Не долюбливаю Президента Но В данном случае Я не хочу Еще больше Я не люблю Ныльшего мэра Поэтому я Готов Проголосовать За Сашу Боровика Потому что Нет выхода Вот так вот Безосходности Я бы сказал Немножко по-другому Не то что Проголосовать Сейчас у нас К сожалению Еще не стоит вопрос О голосовании Сейчас Вопрос В том Чтобы добиться Или второго Тора Или Пере выборов Если для этого Нам понадобится Быть едиными С теми Кого мы критиковали Во время предвыборной Компании И того же Боровика И того же Саакашвили Я не спорю Я сам подчеркнул К сожалению Это ситуация Не выборов Городского головы Это ситуация Назначения Городоначальника Для Одессы Это не самый Лучший вариант Но На тот Период Пока нам нужно Выбить Из власти Труханова И его систему Нам нужно Объединяться И может быть Еще придется Не раз Объединяться С теми Кто выступает Может быть Не в полной Мере На наших позициях Но если мы близки Хотя бы частично Мы должны Сохранять Наше единство Теперь Маленький комментарий Насчет Евромайдана Я бы очень не хотел Чтобы Евромайдан Как таковой Ассоциировался С какой-то Организацией С одной Или с двумя Да К сожалению У нас За последние Полтора года Наш Одесский Евромайдан Неоднократно Компрометировали И Правильно Были Названы Несколько Ключевых фигур Которые К сожалению Тоже Приложили Свои силы Для компрометации Одесского Евромайдана Но Одесский Евромайдан В первую очередь Это мы Это мы Одесситы Те которые Поднимались Те которые Демонстрировали Свою активность И мы ее Не прекратили Демонстрировать Мы не прекратили Свою активность И если Мы будем Организованы Если мы будем Продолжать Нашу борьбу То Одесский Евромайдан Не умрет На мой взгляд Вообще Майдан Должен быть Движением Постоянным движением Граждан За свои права Если мы будем Расслабляться Хотя бы на минуту Те же самые Чиновники Которые сидят В своих кабинетах С удовольствием Будут нас Обманывать Будут обворовывать Они понимают Только одно Активность Граждан Так что Еще раз Одесский Евромайдан Это не Организация Это Состояние Души Это Наша Активность И она Никуда Не может Пропасть Дай бог Чтобы Понятие Этой Активности Еще дополнялось Теми Критериями Теми Образцами Которые Демонстрируют Европа И которым Мы все Стремимся Не к тому Чтобы Обойти Обязательно В саму Организацию Евросоюз А к тому Чтобы Те принципы Которые Действуют В Европе Стали Постоянными Ежедневными Принципами В нашей Украинской Жизни А теперь Что касается Вот того Первого Вопроса Будут ли Наказаны Вчера На Импровизированном Митинге Встрече Саакашвили Звучало Несколько Раз Что На Стороне Протестующих На нашей Стороне И прокурор И милиция Сегодня У Памятника Пушкина Я услышал Немножко Скорректированную Точку Зрения И В принципе Согласен С обеими Вчера Когда Комментировал Саакашвили Я Поддерживал Его Позицию Потому Что Действительно Как минимум Двое Людей Которых Он поставил Во главе Областной Прокуратуры И во главе Областной Милиции Это люди Из его Команды Но Одно Дело Это люди Из команды Одного Чиновника Другое Дело Когда Вся Организация В данном Случа Прокуратура Или милиция На стороне Одесситов На стороне Украины К сожалению У нас Такой Ситуации Еще Нету Да Появилась Полиция Дай Бог Чтобы С ее Помощью Удалось Переустроить Одесскую Милицию Но В основном Тот состав Который Сохраняется И в милиции И в прокуратуре Это те же Осколки Януковичского Режима А может быть И похуже Может быть Те кто Выступал Против Евромайдана Те кто Разгонял Евромайдан Затаились Сейчас Я к сожалению Не исключаю И этого Но Затаились Не потому Что они Обязательно Хотят Путина Или Русский Мир А потому Что Та старая Система В которой Они Жили Та старая Система Которую Они С удовольствием Вы сохранили Она построена На коррупции На наживе Не на идеалах Не на порядочности А именно На преступности И эта преступность Остается Но Поберуть ее Может Не один Лорд Кипанидзе Или Сакварелидзе Опять таки Наша активность Тоже Необходима Тоже Самой Милиции Тоже Прокуратуре Для того Чтобы Преследовать Преступников Нужно Сначала Чтобы поступил Сигнал Как минимум Чтобы человек Не боялся Написать Заявление Не будет Заявления Простите На каком основании Возбуждать Уголовное дело Нет потерпевшего Нет свидетеля Значит Нету И дела Так что Для того Чтобы Нам удалось Наказать Тех же самых Фальсификаторов Необходимо Чтобы люди Которые были Свидетелями Этих фальсификаций Приходили в прокуратуру Писали заявление А потом Не боялись Прийти И выступать Свидетелями В суде Есть телефонный звонок Давайте послушаем Телезрителей Добрый вечер Добрый вечер Да Мы слушаем вас Я коренная Одесситка Родилась на Молдаванке На Разумовской Вы знаете Я в таком шоке Нахожусь Что у нас Творится в Одессе Во-первых Я пошла голосовать Моей фамилии Даже не было В списке И не только Моей фамилии Мне очень многие Люди Жаловались Они наверное Чувствовали Что я хочу Голосовать За Эдуарда Иосифовича Гурвица Он 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 Еврей У него Еврейская Голова И только Гурвиц Должен быть Мэром В Одессе Вы себе Не представляете Кто дал Право Кому-то Диктовать Кто за кого Должен голосовать Я Труханова Не знаю Знать его Не хочу А Гурвиц Да Он только Должен быть И вы вообще Себе не представляете Какой беспредел Творится в милиции В прокуратуре В Одессе И только Мы Одесситы Должны Навести Порядок И в этом Вы нам Должны Помочь И никто Не дал Право И не даст Право Одесситам Диктовать Кто должен Быть хозяином В Одессе Это кошмар Вы знаете Я не могу Я очень Переживаю Каждый день Вот И сейчас Смотрю телевизор Я в шоке Я считаю Что перевыборы Должны быть Обязательно И голосовать надо По справедливости И не слушать Никого А только Гурвиц Должен быть Нашим мэром Больше Никто В Одессе Все Спасибо Спасибо большое Мы услышали вас Понимаем Ваше возмущение И негодование И мы Собственно говоря Об этом Сегодня и говорим Может быть Не столь Эмоционально Как вы Но тем не менее Речь как раз Об этом Кстати Если говорить О компании О такой активной Компании Которую сейчас Развернул Михаил Саакашвили По признанию Результаты этих выборов Недействительным У нас есть сюжет По этому поводу Сейчас в Одессе Сформирован Комитет действия Такая вот Организация Давайте посмотрим Этот сюжет А потом Обсудим Эту тему И кстати Там в сюжете То о чем Мы сегодня говорили Там Будет молодой человек Который будет говорить Что у него есть И доказательства И свидетельские показания Он был сам свидетелем Но почему-то Пока Ни прокуратура Ни милиция Не предпринимает Никаких действий Они бездействуют Давайте посмотрим Затем обсудим Это Общие собрания На Троицкой 43 Стали практически традицией Накануне вечером Здесь снова собирались Те, кто продолжает Считать результаты Минувших выборов В органы местной власти Сульсифицированными В первую очередь Конечно Михаил Саакашвили Который стал Одним из инициаторов Развернутой в городе Компании О признании выборов Недействительными По его словам Он сразу почувствовал Что-то недоброе Уже в самом начале Предвыборной гонки Когда вся агитация Шла почему-то Пользу лишь одного Кандидата в мэры И его политсилы Когда как у одного Кандидата было все это Не просто их допускали Им разрешали там Раздавать подарки Прямо давать указания Давать инструкции В общем мы В 2015 году Провели выборы В лучших Старых советских И постсоветских Коррумпированных Олигархических традициях Чем я вас и поздравляю Это действительно Позор для всех нас Смолчать и проглотить Собравшиеся люди Которые все Без исключения Были настроены Негативно По отношению К нынешней мэрии Делились собственными Мнениями У прошедшей Компании Вот эта девушка Из Донецка Поделилась Своими впечатлениями От выборов По-одесски Говорит что Ощутила Нечто похожее На дежавю Все те кто Жил в моем родном городе Почему-то думали Что сложится Как обычно И опустили руки И не вышли Тогда когда нужно было Выйти Сейчас это Трагедия Каждого Это может рухнуть И здесь Здесь в Одессе Вы сегодня Власть в городе Вы представляете Милицию Вы представляете Прокуратуру Я лично Я ночью Находился На 233 участке Где был вброс Видео С этого вброса Почему все эти люди До сих пор Находятся на свободе Почему ваша милиция Их не задерживает Почему не допрашивает Почему не выясняет Кто заказчик Кто исполнитель Это все можно выяснить Извините пожалуйста Я хочу сообщить Ответить Просто нет Не было информации Значит А прокуратура Обратилась в суд На то Чтобы изъять все протоколы Во-первых Потому что Прошлый раз Они сожгли Все бюллетени В течение трех дней Чтобы этого не было Мы сейчас Они сейчас Изымают Во-первых Во-вторых Они возбуждают Уголовное дело По тем 80 протоколам За подделку За фальсификацию Выборов Которые я вчера показывал Сергей Гуцалюк Активист Евромайдана Который как известно Не являлся симпатиком Боровика Тоже пришел Поделиться своим мнением Я вважаю так Что криминал Рвется до влады в Одессе Их взагал Не нужно было Давать им Можливости Балатовать А вот эта их партия Партия Яка называется Доверяй делам А это не Ниаким не делам А понтам Через те что Все что они рекламовали Это делается За наш с вами рахунок За бюджетный кошт А они себе Это приписывают Это жулики Шахраи Пройди святи И путинские посипаки Выступали многие Мнение же Было общим Справедливость Надо отстаивать В результате Решили создать Комитет действия Чья главная цель Следить за Действиями Нынешней мэрии Записаться в него Могли все Желающие Актив Новосозданные Общественные Организации Ежевечерне По предложению Губернатора Будет с ним Встречаться И обмениваться Информацией Во время этого сюжета Есть телезрители Которые дозвонились К нам Давайте послушаем вопрос Затем перейдем К обсуждению Добрый вечер Добрый вечер Я хотела бы знать Считается ли Нарушением День тишины В воскресенье Целый день Крутили ролики По Трухановским каналам С утра до вечера Про Кривую Балку Седьмую Пересевскую Ну короче Все По одному каналу Заканчивается Начинается Другое По другому каналу Считается ли Это реклама Или нет Вопрос понятен Если это политическая реклама Однозначно да День тишины И день выборов Это дни Когда политическая реклама Запрещена Если я не ошибаюсь Да да Совершенно верно Что касается Сюжета Давайте перейдем К тому Что происходило На Троицкой Как вы считаете Вот почему Кстати Вот то о чем я говорил Молодой человек Задал очень хороший вопрос Почему бездействует Милиция и прокуратура Как вы считаете Я хотел бы сказать Что такое вообще Милиция на сегодня Вот яркий пример УВБ задержало Группу лиц Которая занималась кражами Организовал Работник милиции Он их возил Он их прикрывал И он давал им наводки Вот наша милиция Это яркий пример Что касается Вообще милиции Что она может сделать Она ждет реорганизации Они чувствуют себя Неуверенно Поэтому они не хотят Ничего делать Они не хотят Рисковать Не хотят Это самое Поэтому они просто Опустили руки И любые преступления Они считают Своим долгом Не исполнять Своих точек Своих прямых обязанностей Поэтому милиция наша Сегодня Это не милиция Это не полиция Это просто Объединение граждан По интересам И это объединение граждан Никогда не будет Отстаивать Ваших интересов Пока Не повыгоняют Эту Не разгонят Эту милицию И не наберут новых Действительно Людей Которые заинтересованы В том Чтобы была Криминогенная обстановка В городе Нормальная Чтобы не было Таких преступлений Фальсификаций Эти люди Которые фальсифицировали Выборы Они чувствуют Свою безнаказанность Именно Безнаказанность Дает Вот это Вот Возможность Таких масштабных Фальсификаций Ну Дело в том Что это никуда Не годится Однозначно Поэтому Представители власти Должны С моей точки зрения Действовать Более активно У нас есть Телефонный звонок Давайте послушаем Наших телезрителей Добрый вечер Мы слушаем вас Добрый вечер Здравствуйте Результаты выборов Показывают Что Все Наши Демократические Силы Кто был На Майдане Подошли На выборы Более чем Разросненные Отсюда Результат И вот здесь Уже один раз Мысль Высказывал Арсен О создании Партии Которые бы уже На ближайшие выборы Вот В городской совет В область Уже шли Единым фронтом Вот хотелось бы Вот услышать Что-то Что-то уже Вам не сделано По организации По созданию Такой партии Спасибо Спасибо большое За конкретный вопрос Кстати Хорошая идея Для того Чтобы объединить Силы Майдана Почему Потому что Вот эти Разрозненные действия То что еще говорил Александр Эдуардович Каменный Он говорил Что в принципе Те люди Которые Дискредитируют Идеи Майдана Они почему-то Тоже Себя причисляют К этому Майдану А простые люди Наши Я имею ввиду Наши телезрители Наши сограждане Одесситы Им сложно разобраться Кто есть Представитель Евро Майдана А кто не является Таковым Ну По поводу партии Действительно Мы только планируем Организовать Это пока Проект Действительно Мы это все Оговаривали Мы пришли к этому Что касается Тех людей Которые дискредитировали Евро Майдан Я не вижу смысла Привлекать их К этому Проекту По одной единственной Причине Это будет дискредитация Это будет позор Если люди Которые занимаются Извините Преступлениями И покрывает Их же Город В лице Нашего Уважаемого Так сказать Кавычках То Как мы можем Этих людей Привлекать Мы возвращаемся Сейчас в 90-е годы 90-е Но все-таки Что касается Партии На каком этапе Этот Пока что Действительно Это только Разговор Потому что Ни времени Ни возможности Собраться Еще не было Сейчас Все силы Отвлекались На предвыборную Компанию Не знаю Чем это Закончится Дай бог Изменением Результата Если получится Переломить ситуацию Если у нас будет Все-таки Нормальный Проукраинский Мэр Мэр Избирательных Компаний Если у нас Не будет Изменена Система Вот Был принят Закон О государственном Финансировании Партий В этом же Законе Предусматривается Изменение В частности Ограничивается Определенной Суммой Взнос От конкретного Лица Юридического Или физического Если эта Система Не заработает У нас Каждой партией Нормальной Сильной партией Будет владеть Олигарх В этом случае Даже Самая хорошая Новая партия Не сумеет Никуда пробиться Потому что Ресурс Так называемых Мэтров Которые сейчас Продемонстрировали Себя И ресурс Самых честных Людей Но без денег Это Абсолютно Не равные силы Для иллюстрации Как бы там Не комментировали Во время Проекта Идеальные Депутаты Тот проект Который Реализовал Демальянс У них Не было Шансов Там Действительно Нормальные Там Хорошие Умные Честные Люди Но они Никуда не Прошли Потому что У них Не было Ресурса Значит Нам нужно Будет Формируя Свою новую Партию Учитывать И эти Реалии И бороться Может быть Уже не через Депутатов А через Подъем Нашей гражданской Активности Через сбор Подписей Изменения Системы Финансирования В том числе И финансирование На избирательные Компании Для иллюстрации И мне И Всеволоду Предлагали Баллотироваться Всеволод Может это Подтвердить И мы Вовремя Сошли с дистанции Когда выяснили Что фактически Та компания Куда нас Приглашали Это была бы Ловушка Ловушка Для Того Чтобы использовать Авторитет Порядочных Евромайдановцев И провести В горсовет Мошенников Но там За той силой Тоже стояли Большие деньги Никто из нас Простых Не мог Пойти На эти выборы Потому что Залог Избирательный Составлял 37 тысяч гривен Извините Не у всех Есть эти деньги До тех пор Пока у нас Не будут стоять В том числе И за выборами Денежные мешки Самые порядочные Люди Самые хорошие Партии Не смогут Конкурировать Эту систему Нужно Уничтожать Полностью Что ж Спасибо большое За беседу Честно говоря Впечатление От нее Конечно Не совсем Оптимистичное Потому что По результатам выборов Я вижу Что собственно Ничего не поменялось Горсовет У нас К сожалению На большую половину Состоит Из тех же Представителей Партии Регионов Мэр Мэр У нас Остался Тоже И Судя Из того Что вы Сказали Пока Переломить Эту ситуацию Скажем Так Будет Очень И очень Непросто Тем не менее Спасибо за беседу Наша Программа Подходит К концу Я хочу Напомнить Вам Уважаемые Телезрители Что Сегодня Мы спрашивали Как вы Считаете Что дальше Будет С результатами Голосования По Мэру Города Три Варианта Ответа У нас Было 44% Телезрителей Считает Что Эти Результаты Пересмотрят 31% Считает Что Их Узаконят И 25% Считает Что Перевыборы Неминуемы Спасибо Вам Большое За активное Участие В программе Она Подошла К концу Всего Вам Продолжение следует